В Балакове уже стало хорошей традицией в преддверии Нового года вручать ключи от новых квартир детям-сиротам. Не исключение и нынешний год. В новостройке в 3-м Г-микрорайоне получили жилье более 120 человек. Квартиры выданы по договору специализированного найма, и в течение пяти лет новые владельцы не смогут ни продать, ни приватизировать их. При этом прописку в новом жилье получить могут лишь сами дети-сироты и их несовершеннолетние дети. Специалист регионального министерства строительства и ЖКХ объяснила, что если новый владелец квартиры не достиг 23 лет, то ему положены подъемные средства 20 тысяч рублей, которые выделяет Министерство социального развития. Уходят у них на это не менее 60 дней. Не рассчитывайте, что вы получите эти деньги завтра. Финансовый год закончился. Вернее, сегодня вообще последний рабочий день в этом году. Поэтому в следующем году наберитесь терпения. Все, кому положено, эти денежки получат. Если какие-то недостатки вдруг в квартире выявятся после того, как вы там будете проживать, то по государственному контракту этот госконтракт на участие в долевом строительстве 5 лет гарантийный срок. Так что все недостатки, если какие вы вдруг обнаружите, Песной Леонид Александрович обещал нам все исправить. Балаковские дети-сироты после подписания договора отправились получать ключи от новых квартир. И многие, конечно, не стали откладывать в долгий ящик возможность посмотреть жилье. Тем более, что некоторые дети-сироты ждали квартиры по несколько лет. На очереди давно стою. Ждала где-то с того года. Я подала документы, и вот в этом году я получила. Квартира нормальная, хоть своё. Ну, не в кредит, там, что есть, то есть, как бы. Не жалуюсь. В первую очередь нового дома в 3-м г. микрорайоне уже совсем скоро сдадут в эксплуатацию. Квартиры оборудованы сантехникой, приборами учёта, электрическими плитами. Сделан косметический ремонт. Квартира полностью готова. Можно обставлять мебелью и въезжать. Квартиру ждал я очень долго, больше 6 лет. Если бы люди не посоветовали адвоката Александра Чебетарёва, я не знаю, что бы я без него делал. Человек просто помог мне с документами, оформлял все договора, ездил неоднократно в Саратов. В итоге звонит при двери Нового года и говорит, у тебя выпала квартира. И я в итоге словами не описать как рад. Для того, чтобы дети-сироты смогли получить положенные квартиры, им необходимо иметь судебное решение. Таковы требования закона. Жеребьёвку, с помощью которой и раньше распределяли квартиры, отменили. Но судебное решение теперь обязательно. Жеребьёвка есть, только она в другом виде. То есть те ребята, которые приглашаются на жеребьёвку, они в любом случае получают квартиры. Жеребьёвка проводится именно для того, чтобы рандомно раздать квартиры именно в доме. Чтобы не было драк, кому какой подъезд, кому какой этаж, какая квартира. Без судебного решения, естественно, никто квартиру получать не будет. В городе Балаково на сегодня у нас остаётся порядка 450 сирот, которые имеют право на обеспечение жилым помещением. Но не у всех есть судебные решения. И в этот же список входят те ребята, которым нет ещё 18 лет. Несмотря на то, что активно квадратные метры в Балаковских новостройках начали выдавать детям-сиротам три года назад, пока очередь не ликвидирована. И со следующего года закон начнёт ограничивать количество квартир, которые можно выделить этой категории граждан в новых домах. К примеру, из 400 квартир только 80 возможно будет передать сиротам. Поэтому, несмотря на то, что новостройка в 3-м Гомикрорайоне ещё не совсем пригодна для переезда новосёлов, решили выдать ключи детям-сиротам до Нового года, чтобы получивших было больше. Жеребьёвку объявили в самый-самый последний момент. Мы работали в авральном режиме, готовили кучу документов, постоянно на телефонах. Работы проделали очень много. В эту жеребьёвку один молодой человек у меня получил квартиру. У него решение суда вступило в законную силу 25 декабря. 26-го ему распределили квартиру. То есть, это самая быстрая выдача квартиры за всю мою историю. Моих клиентов получило 55. У меня тоже юбилей в этом году, 55, круглая дата. Но вообще, на самом деле, помимо моей заслуги, было очень много заслуги Леонида Александровича Песнова. То есть, именно он является генеральным подрядчиком строительства данного дома. И была проделана колоссальная работа. Помимо министерства ЖКХ, Саратову был устроен, также была задействована наша администрация. Кроме балаковцев, в нашем городе будут выдавать жильё и вольским детям-сиротам. Областной закон, в котором это прописано, был принят в мае. Это обусловлено тем, что в Вольске не ведётся никакого строительства. Там везде архитектурные памятники. И получить разрешение на строительство в городе Вольск нереально. Поэтому вольские сироты будут получать квартиры также в Булаково. Строительство новых домов в нашем городе идёт быстрыми темпами. А это значит, что очередь, состоящая из детей-сирот, будет уменьшаться. Главное, чтобы у них было судебное решение на руках. Помочь с оформлением документов может юрист Александр Чеботарёв, который занимается этим вопросом уже несколько лет. Его телефоны вы видите сейчас на своих экранах. Продолжение следует...